Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня снова будет видео-болталка. И в этой болталке я хочу ответить на основные вопросы, которые мне задают. Я, правда, на них уже отвечала, и в комментариях отвечала, и в каком-то видео, но, возможно, как-то неполно, может быть, как-то раскрыла эти вопросы. Не знаю, может быть, это просто новые зрители, которые приходят на мой канал и не видели старые мои видео. Поэтому, в общем, эти вопросы остаются, и я хочу на них ответить. Я тут себе записала свою книжечку «Основные вопросы», и всё это будет связано у нас сегодня с питанием. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Итак, первый вопрос, который мне задают, это «Почему у меня нет обеда?» На самом деле всё просто и элементарно, потому что я не хочу обедать. То есть я склоняюсь к тому, что кушать нужно тогда, когда вы испытываете голод. Не тогда, когда хочется себя побаловать, не тогда, когда хочется просто скушать какую-то вкусняшку, не тогда, когда хочется скушать какой-то определённый продукт и побаловать себя, доставить себе удовольствие за счёт еды, а именно тогда, когда вы испытываете голод. Я считаю, что лично для меня так комфортнее, лично для меня так лучше. И испытываю голод я всего лишь два раза в сутки. Это завтрак. И то сейчас из-за жары иногда бывает такое, что я просыпаюсь, и мне вообще не хочется есть. Но я себя заставляю, так как я считаю, что всё-таки завтрак, я уже об этом говорила, очень важный приём пищи. И именно завтрак, если хотите, разгоняет метаболизм, какие-то обменные процессы в организме. Об этом даже, кстати, и врачи, по-моему, говорят, что завтрак должен быть обязательно. Есть такая даже поговорка, что завтрак съешь сам, обед поделись с другом, а ужин отдай врагу. Вот я с этим не могу не согласиться, именно поэтому я всегда завтракаю. И, соответственно, вечером, ближе к концу дня я тоже хочу кушать. Как бы организм хочет восстановить потраченную, потраченные силы, потраченную мною энергию. Обеды, я, бывает, что я обедаю. Конечно, если я готовлю рыбный суп, то я обязательно его съем. Но я готовлю его очень редко. Почему? Потому что у меня, кроме меня, его никто не ест. Дети у меня не любят рыбу, в принципе. Муж, ну так, ну как бы та там приготовила, да, он съест, но без особого удовольствия. Варить себе отдельно, готовить вообще, в принципе, для себя отдельно. Ну, мне это неудобно. Мне это, для меня это время потраченное, которое я могу потратить на какие-то другие вещи, более важные, скажем так, для меня, чем моя еда. Вот так вот. То есть сейчас в жизни моя еда – это не самое важное. И также, если я буду обедать, то я не буду больше ничего есть, в том числе и фрукты. Мне просто не захочется, потому что я никогда не впихиваю в себя, ну, кроме завтрака, никогда не впихиваю в себя еду. И мне кажется, что это правильно, потому что если организм не дает нам сигнал о том, что он голоден, значит, у него все хорошо, значит, ему хватает калорий, энергии и тому подобное. Зачем мучить себя, я не знаю, что-то в себя впихивать? Я этого честно не понимаю. И есть такая схема питания, когда там кушают каждые два часа маленькой порции. Если вам комфортно так, окей, кушайте. Если вам комфортно обедать, окей, обедайте. Я призываю к тому, чтобы итоговая порция за день, она была небольшая. То есть не конкретно в каждом случае, да, потому что можно и 10 раз покушать за день, да, и маленькими порциями, да, но маленькая порция тоже может быть разной. Можно 10 раз покушать, что будет столько, что это будет больше, чем вы ели до этого там 3 раза всего в день. Поэтому итогово за день, да, мы смотрим и понимаем, много мы съели или мало мы съели. Вот, поэтому я в обед, ну вот там кушаю фрукты какие-то, могу что-то вкусненькое съесть, могу там, не знаю, вообще все что угодно, да. Это вот как бы в обед у меня происходит. Но опять же, да, если я там кушаю яблоко, то я делаю потом небольшой перерыв и ем потом что-то еще другое. Во-первых, потому что, когда я смешиваю какие-то продукты, да, там, например, молочку с фруктами, у меня потом, ну, не очень комфортное пищеварение. Поэтому я всегда делаю перерыв. И поэтому получается, что я как перекусываю. Если хотите, можно собрать все мои перекусы в одно, и это будет мой обед. Можно так выразиться. То есть я не хочу обедать, поэтому я не обедаю. Я не призываю никого не обедать в том числе. И я призываю к тому, что если вы не можете без обеда, если ваш организм требует днем покушать что-то, ради бога, кушайте. Только как бы уже, да, мы смотрим на продукты, на количество пищи и так далее и тому подобное. С этим, я думаю, понятно, с тем, что у меня нет обеда. Следующий вопрос. Действительно ли я столько ем, сколько показываю в своем видео? Или я хомячу где-нибудь там за кадром? На самом деле нет. Это действительно то, что я ем в течение дня. И я уже говорила, что мои дни бывают разные. Бывает такое, что я много съедаю. Бывает такое, что я мало съедаю. Бывает такое, что я вообще, кроме завтрака, ужина, вообще ничего не ем. Даже бывает, не пью свое любимое кофе. Я могу просто пить воду, потому что я где-то нахожусь. То есть у меня нет такого, знаете, что вот все, там время 5 часов, грубо говоря, остановился весь мир, я пошла есть. И все равно, где я нахожусь, что я делаю и так далее и тому подобное. Конечно, такого нет. Бывают различные обстоятельства. И бывают дни, когда вот я реально только завтракаю, только ужину. Так у меня получается. Сейчас, так как у меня дети дома, у меня постоянно гости какие-то дома, то у меня получается сейчас ужин мой сдвинулся. И ужину я сейчас в 7 часов, а завтракаю где-то, ну, наверное, около 10 часов. Обычно вот зимой, когда так более стабильно у меня дома, мой завтрак где-то примерно 9 часов, а ужин 5-6 часов. Примерно так у меня происходит. Но вот сейчас все сдвинулось, то есть я как бы, ну, грубо говоря, где-то даже подстраиваюсь под обстоятельства, которые у меня есть. И я вам могу сказать, что для тех, кто не верит, что я так мало ем, я могу сказать, что ко мне приходят комментарии, в которых мне пишут, что я вообще очень много ем. То есть пишут мне девушки, что они ростом выше меня, весом больше, чем я, и едят еще меньше, чем я. И при этом не худеют. У каждого, наверное, разный организм, у каждого, наверное, разные потребности, у каждого, наверное, разная активность. Я тоже на это как бы хотела бы обратить внимание. И еще хочу сказать, что сейчас мой вес 58 килограмм, рост у меня 165 сантиметров. И я не худею с таким своим питанием, я, ну, просто мой вес держится на одном месте, то есть он колеблется. У меня, грубо говоря, килограмм минус, килограмм плюс, то есть от 57 до 59 килограмм. Хотя 59 уже давно у меня не было, в основном у меня 57-58 сейчас вот так вес держится. Так что, ну, я не знаю, верить, хотите верить, хотите нет, я, ну, мне нет смысла обманывать. Мне как бы это зачем, да, прикидываться какой-то дюймовочкой, которая там питается маковой росинкой. Конечно, нет. Ну, это уже, что называется, ваше право, верить мне или не верить. То есть я к тому, что те, кто говорят, что я очень мало ем, знаете, есть люди, которые говорят, что я очень много ем. Так что, как-то так. И последний вопрос, который я хочу сегодня осветить, это часто задаваемые, ну, я объединю их в один вопрос. Я просто вам прочитаю, это какая у меня порция, какое у меня питание при похудении, когда я худела именно, да. Как начать, то есть с какой порции начать, с какого, с каких продуктов начать. Здесь я могу сказать вам одно. Во-первых, когда я худела, я вообще даже не думала, что я буду снимать вообще видео, вести свой канал на YouTube. И, естественно, я не взвешивала еду. Я даже не могу вам сейчас примерно показать, наверное, какая-то у меня была порция. Да и смысл в этом какой? Потому что, чтобы понять, насколько вам нужно уменьшить порцию, нужно знать изначальную порцию. Я советую, рекомендую как. То есть, ну, я по поводу уменьшения порции, да. Рекомендую как. Так, уменьшите на одну треть или на одну четвертую. И посмотрите. То есть, вот в течение дня ешьте там на одну треть меньше, чем вы обычно ели. Вот. То есть, соответственно, если вы ели там, не знаю, три поварешки, там какой-то еды, то, ну, буду говорить в поварешках, то съешьте две поварешки, да. Ну, примерно как-то так. И посмотрите, насколько вам комфортно. Из-за стола нужно вставать с ощущением того, что вы поели, наелись, но не переели. До того, как я начала худеть, я вставала из-за стола просто вот с таким набитым животом, я всегда переедала. Для меня переедать было нормой. То есть, с ощущением такой тяжести, прямо надутого живота, вот с таким ощущением я вставала из-за стола. Когда я стала уменьшать порцию, я вставала из-за стола с ощущением того, что я съела, да, что-то, наелась, как бы насытилась, но можно было бы и добавить. То есть, вот с таким ощущением, как бы, неполной удовлетворенности, может быть, как-то так выразиться, да. То есть, что вот, ну, вот могла бы еще пару ложек съесть, да, и как раз-таки вот эти пару ложек я не ела. То есть, ощущения голода после того, как я поела, у меня не было. У меня было ощущение, ну, вот такой, неудовлетворенности, да, то есть, то, что вот можно было бы еще съесть, но я как бы наелась, но как бы еще не съела. Я надеюсь, вы меня поняли, да, я постаралась как-то более так просто объяснить, чтобы вы меня поняли, да. И вот с таким ощущением я вставала из-за стола. Вот если вы уменьшили порцию и встаете со стола все равно с ощущением перенасыщения, значит, уменьшите еще больше. И по поводу также уменьшения порции, когда чувствовала, то есть, вот чувствовала, да, такую неудовлетворенность, то есть, что я еще могла что-то съесть. И когда через какое-то время, кушая постоянно вот эту порцию, да, которую я уменьшила себе, и через какое-то время я чувствовала, что вот я съела эту порцию, и у меня уже полное ощущение сытости. Тогда я уменьшала еще. Я делала так долго, именно таким образом, потому что, чтобы не сорваться. Потому что я знала, что если я резко начну меньше есть, то ну все, ну как бы у меня понесет, понесет душа в рай. Два-три дня и все, я опять начну вот просто все, что вижу есть. Именно поэтому я вот так вот постепенно уменьшала, делала порцию, меньше, меньше, меньше. По поводу продуктов, которые я ела, когда худела. Я ела все то, что обычно готовила своим родным и близким. Готовила, я не знаю, жарила котлеты, ела котлету. Не знаю, там, делала какие-то ленивые голубцы, ела эти ленивые голубцы. Делала плов, ела плов. Я не знаю, там, жарила мясо, ела это мясо. То есть, все то, что я, как обычно, готовила своим, только уменьшала порцию. Потом часть из этой порции я, соответственно, заменила на овощи. Будь то тушеные, будь то свежие овощи. Кстати, по поводу овощей тоже было на эту тему такие, ну, наверное, разногласия со мной. По поводу того, что я говорила, что на овощи тоже не стоит налегать. Почему я сказала именно таким образом? Потому что, если вы съедаете таз овощей, да, ну, возьмем таз овощей. Если вы съедаете этот таз в течение дня, окей, супер. А если вы этот таз съедаете за один присест, грубо говоря, то порцию вы не уменьшите. Мы все прекрасно знаем, что овощи, они не дают нам насыщения. Они просто дают полноту. Они дают ощущение от того, что мы наелись. Но через какое-то время вы опять захотите есть. Или вы опять будете съедать таз овощей. Или вы съедите такое же количество, но уже другой еды. Там мясо, картошки и так далее и тому подобное. Поэтому я и говорю, что не стоит. Вот делайте хотя бы перерывы. То есть съели там, не знаю, не таз, маленькую мисочку овощей. Чувствуйте, что не елись. Ну, постарайтесь сделать это. Отвлеките себя как-то. Сделайте небольшой перерыв, чтобы желудок не растягивался. Чтобы он все-таки у нас постепенно-постепенно снижался. Вот. И теперь как начать, как уменьшить порцию. Вернемся к этому. Мне сложно кому-то советовать и рекомендовать, как это сделать. Потому что если вы хотите похудеть на 5 килограмм, то вам достаточно убрать из своего рациона обычного, да, я не знаю, сладости, булочки, там, чипсы, газировку. Ну, вот какие-то такие вредные, скажем так, продукты. Какие-то продукты, которые дают быстрые углеводы, ну, которые откладываются на нашей попе, грубо говоря. А если вы хотите похудеть на 10, 20, 30 килограмм, это зачастую, ну, чаще всего, да, в таких случаях порция-то больше. То есть нужно знать изначальный вес, насколько вы хотите похудеть, какая у вас была порция, и с нее уже уменьшать. Опять же, с каких продуктов начинать? У меня нет определенного меню. Я не придерживалась никакого меню, да. Я уже сказала, я ела все то, что готовила. Соответственно, у вас то же самое. Нужно взять изначально, что вы ели, вот посмотреть на своем меню. Я не знаю, хотите, запишите его, посмотрите. Даже если вы запишите и посмотрите на то, что вы кушаете в течение дня, вы сами поймете, что вам нужно убрать, какую порцию вам нужно сделать. Вы сами это реально поймете. Просто посмотрите, оклянитесь, вот какой-то день, вот кушайте, как обычно, и просто посмотрите. Я не знаю, запишите, что вы кушаете. Вы реально сами поймете, где нужно убрать. Где-то может быть майонез, где-то может быть хлеб, где-то может быть булку, где-то может быть поменьше макарон себе положить и так далее и тому подобное. То есть здесь все равно вам нужно разобраться с самим, да, если вы хотите похудеть именно так, как худела я. Потому что, еще раз повторюсь, у меня не было никакого определенного меню. Я не притяживалась никаким системам, скажем так, и никаким продуктам, не знаю, и так далее и тому подобное. Я думаю, с этим тоже я более-менее нормально объяснила. Если еще остались вопросы, и вы еще мне напишите, я обязательно вам отвечу. Или еще раз сниму видео, если это будет необходимо. Еще по поводу овощей. Опять же хочу поговорить. Будьте честны сами с собой. Я это говорю в каждом, наверное, ну практически в каждой своей болталке. Вот смотрите, овощи, да, они могут быть у нас тушеные, они могут быть жареные, они могут быть свежие в виде салатов. Ну, чаще всего это помидоры, огурцы в виде свежих салатов. Они могут быть еще какие-то отварные, на пару и так далее и тому подобное. Разные. Так вот, по поводу честности. Вот давайте возьмем такой продукт, как кабачок. Сам по себе он не калорийный, и с ним все хорошо, и вроде бы и можно есть его сколько хочешь, но вопрос в том, как вы его приготовили. Если вы обваляли его в муке, в панировочных сухарях, не знаю, в яичке, и пожарили все это дело на сковородке с большим количеством масла, нажарили себе огромную тарелку, залили все это дело майонезом или сметаной. Опять же вопрос, в сметане я не вижу ничего плохого, но вопрос в том, какой жирности у вас сметана. Может быть она 10%, а может быть она 25%, правильно? Разница же есть. И сели, и съели эту тарелку. Ну, как бы я же овощи ем, правильно? Я же ем кабачок, кабачок это же овощ, что в нем плохого, да? Почему я не могу съесть его целую тарелку? Ну, как бы да, можно съесть целую тарелку, я не спорю. Но вопрос в том, как вы его приготовили. Я не говорю, что все нужно на пару там или, не знаю, отваривать, отварной кабачок я вообще не представляю, по мне такая жутко невкусная вещь. Просто если уж вы пожарили его, да, то, во-первых, пожарите на небольшом количестве масла, не заливайте это все дело майонезом и съешьте немного. Опять же, можно кабачок съесть с хлебом, ну, я как бы ем овощи, ну, хлеб это так, это же хлеб у нас, да? То есть здесь честность к себе, еще раз честность. Обязательно смотрите, еще раз просматривайте, если вы худели, 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 да? Вес остановился или он слишком медленно у вас идет, еще раз просмотрите, что вы едете. Постоянно просматривайте, что вы кушаете. Хотите, записывайте. Смотрите, обращайте на это внимание, да? Сейчас много овощей, те же баклажаны. Можно их запечь в духовке, да? Можно их запечь просто там, я не знаю, с какой-нибудь начинкой, да? Можно, например, с беконом запечь, да? Или те же кабачки, можно также с беконом запечь. Ну, я же ем кабачки, а то, что там бекон жирный, это как бы, ну, это как бы, да? Или обмазать все это дело майонезом. Ну, то есть смотрите на это тоже. Смотрите, я, например, когда худела, я не считала калории, но я на них обращала внимание. Обязательно вот тоже обращайте внимание, что вам лучше положить, майонез или сметану? Сметану какую, 25 или 10% сметану? И, кстати, сметана сейчас в ленте появилась, которая 10% сейчас появилась термостатная. Она очень густая и очень вкусная. Так что обязательно попробуйте. Я уже пробовала, покупала ее. Вот, она ничем не хуже, там, не знаю, 15% или 20%. То есть заменяйте овощи. Там, например, если у вас даже, вот вы не можете, там, себе отдельно покупать, там, ту же сметану, покупайте ее для всех тоже, да? Да, если ваши привыкли, там, домашние кушать 25% сметану, окей, купите им сегодня 20% сметану, через 2-3 недели 15% сметану, через, там, еще месяцок 10% сметану. Они не заметят этого особо, да, если только, там, сильно никто не будет придираться. Или, окей, им, там, маленькую баночку 25% сметаны, себе 10% сметаны, маленькую баночку. Ну, как-то так. Так что обращайте внимание на соусы, кетчупы, подливы, обязательно, внимание, и все будет хорошо. Я надеюсь, я ответила на ваши вопросы, я надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои вопросы, свои комментарии под этим видео. Всех люблю, целую и до новых встреч!